здравствуйте уважаемые коллеги и учащиеся сегодня для вас я проведу мастер-класс по изготовлению вот такой вот куклы школьницы из фоамирана и пенопласта для этого нам понадобится фоамиран различного цвета сегодня это у нас коричневый белый черный и желтый цвет соответственно пенопласт пенопластовый шарик конус и яйцо проволока для изготовления рук канцелярский нож ножницы кисточка краски для прорисовывания лица ручка термопистолет и соответственно клей для него ну что ж приступим к изготовлению нашей куклы начнем изготовление нашей куклы с головы для этого я беру пенопластовый шарик подставочку чтобы нам было удобно обтягивать его фоамираном и фоамиран бежевого цвета примерно вырезаем квадрат так сильно 7 сантиметров для этого я беру шпажку отмечаю квадрат и вырезаем теперь для того чтобы обтянуть шарик нам нужно фоамиран нагреть нагреваем немного немного и пока он еще горячий обтягиваем наш делать это нужно быстро пока фоамиран находится в разогретом состоянии лицевую часть мы сделали теперь нам нужно сделать вторую половину шарика сделать волосы для этого берем фоамиран желтого цвета также вырезаем вырезаем по тому же размеру сильно 7 вырезаем квадрат измерим 7 на 7 опять же берем наш пласт нагреваем фоамиран и точно так же как делаем лицевую часть только теперь делаем и точно так же как часть мы делали со стороны лица по кругу с помощью клея пистолета приклеиваем таким образом у нас получился такой шарик теперь мы будем скрывать наши недочеты берем опять же камера желтого цвета вырезаем полоску примерно шириной 1 сантиметр и обклеиваем края там где мы склеиваем для этого выбираем самую такую неудачную сторону примерно здесь мы уже определяемся где у нас будет шея и так по кругу и лишнее срезаем таким образом у нас получилась голова для прорисовки лица наши куклы мы используем краски акриловые сегодня мы будем использовать краску синюю черную и белую так открою используем кисточку и обычную черную ручку я использую черную гелевую так как она удобно для начала мы должны определиться где у нас будут глаза и определиться как какого в какой форме будут наши глаза для этого я так пальчиками намечаю себе место где я буду примерно рисовать глаза и начинаю рисовать форма глаз может быть различная как круглая овальная любая 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 теперь мы рисуем наши куколки носик итак с происшествием итак с происшествием рисовка лица мы закончили у нас получилось вот такое вот лицо следующим этапом у нас будут волосы мы будем делать нашей куколке волосы нам нужен фоамиран желтого цвета линейка и канцелярский ножик вырезаем примерно 5 миллиметров полосочки в длину по всему по всей длине вырезаем полоски несколько полосок нарежем сразу теперь лижем пополам для того чтобы сделать локоны нашей кукле мы будем использовать утюг ручку и вот таким образом мы делаем локоны берем полосочку фоамирана накручиваем на ручку и нагреваем и 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 много чтобы остыло снимаем таким образом у нас получается вот такие вот боконы для нашей куколки проделываем это со всеми полосочками также накручиваем на ручку вот мы сделали вот такие вот локоны это будут два хвостика наши куклы будут два хвостика собрали примерно это будет выглядеть вот так так вот мы сейчас это все склеим так для этого прикладываем наши хвостики и голове держим ждем тоже проделываем со вторым хвостик вот такая вот прическа получилась у нашей куколки теперь мы сделаем нашей девочки нашей куколки челку берем оставшиеся полоски на которые мы уже нарезали прикладываем примерно как мы хотим чтобы челка лежала и приклеиваем данном случае я хочу чтобы челка была чтобы челка лежала немного на бок и вторую тоже так же берем и приклеиваем все лишнее мы срезаем ножничками и фиксируем можно чуть-чуть лишнее отрезать такая вот челка получилась у наших куколок можно приложить так же с этой стороны но это будет уже лишнее думаю достаточно так теперь мы приступаем к изготовлению самого туловища для наших куколок для этого мы берем пенопласт который мы уже заранее подготовили отшлифовали его нуждачной бумагой и придали ему форму такого вот конуса а также понадобится фоамиран черного цвета вырезаем из фоамирана прямоугольник примерно размером длину и длину нам где-то понадобится 14-15 сантиметров вырезаем прямоугольник и склеиваем так мы его склеим далее для юбочки нам понадобится также фоамиран черного цвета нужно будет вырезать круг для этого мы используем можно использовать любую подставку рисуем круг рисуем другая Субтитры сделал DimaTorzok Таким образом мы будем одевать юбку, после того как мы обклеим туловище мы будем одевать сверху. Аккуратно, чтобы не порвать. Вот такое у нас получилось тельце для нашей куколки. Мы приклеили юбочку, обклеили черным фоамираном наш конус и сделали воротник. Воротник мы сделали, вырезали полоску примерно 2 см шириной, в длину примерно 10 см. Обклеиваем его также по кругу и подворачиваем. Таким образом у нас получается воротник. И для декорации мы используем вот такие вот полубусины, чтобы скрыть место нашего стыка, где мы склеивали. Чтобы скрыть и при этом придать такую вот декоративную красоту для нашей куколки. В виде бусинки, в виде куговички. Таким образом у нас получилась вот такая вот тельца. Следующий этап нашей работы это руки и ноги для нашей куклы. Для того, чтобы сделать руки, мы берем вот такую вот проволоку, обычную проволоку, которая легко гнется. И скручиваем такие небольшие жгутики. Два одинаковых жгута. Берем поамиран бежевого цвета, примеряем, сколько нам надо. Примерно сантиметров 5-6 мы отрезаем два таких прямоугольника. Нам нужно будет два одинаковых прямоугольника. И мы вырезаем. Примерно прикладываем нашу проволоку, смазываем амиран клей. Прикладываем аккуратненько нашу проволоку. И начинаем закручивать. Вот так вот аккуратно закручиваем, закручиваем. Получается у нас вот такой вот рулетик. Нужно это делать аккуратно, чтобы клей не вытек. Лишний клею убираем аккуратненько. Вот такая вот ручка. Теперь мы берем кусочек черного поамирана одного размера с нашей ручкой будущей. И обклеиваем уже готовую ручку. Итак, у нас получились вот такие вот две ручки. Вот мы вырезали такие вот, приготовили ручки. Теперь нужно сделать две ножки. Для приготовления ножек для нашей куклы нам понадобится шпажка. Одну шпажку я делю пополам и затачиваю с двух сторон. Также берем фоамиран бежевого цвета, два прямоугольника. Прикладываем наши шпажки. И точно так же, как мы делали руки, мы делаем теперь уже ноги. Также наносим клей по краю нашего фоамирана. Прикладываем шпажку. Уже готовые наши ножки. Здесь мы приклеили с белого фоамирана. Сделали вот такие вот гольфики для нашей куколки. Теперь мы приступаем к приготовлению обуви для нашей куклы. Для этого нам понадобится пенопластовое яйцо. Разрезаем наше яйцо пополам. Берем два прямоугольника белого цвета. Нагреваем. И начинаем оттягивать наши яйца. Половинки. Примерно получаются вот такие вот у нас бетиночки. Теперь берем фоамиран черного цвета. Вырезаем вот такую вот широкую полоску. И делаем туфельки. По краю опять же приклеиваем. Начинаем с сзади. И потихонечку натягиваем. Стараемся натягивать посильнее. Но при этом, чтобы не порвать фоамиран. С помощью вот такого вот декоративного степлера мы вырезаем такой вот цветочек. Вот такие туфельки у нас получились. Для декорации наших туфелек можно использовать стразы различные. Большие, поменьше, разноцветные. Есть вот такие вот совсем маленькие стразики. Либо полубусинки. Также мы используем фоамиран глиттерный. Для различных, если хотим сделать цветочки, бабочки. Все что угодно. То есть на вашу фантазию. Ну а теперь приступаем непосредственно к сборке самой нашей куклы. Для этого мы берем также клей. Горловину наносим клей на куклу. И вставляем в тело. Подержим, чтобы оно закрепилось. Теперь приклеиваем наши ножки. Нужно стараться, чтобы швы оказались сзади. Так, теперь. Лишний клей убираешь. Таким образом у нас уже практически готова кукла. Теперь приклеиваем ручки. Вот мы практически уже собрали всю нашу куклу. Теперь мы сделаем нашей школьнице фартук. Для этого мы берем фамиран белого цвета. Вырезаем такие детали. Фартук может быть на ваше усмотрение большим, чуть поменьше. Это уже как вам захочется. И склеиваем его. Такая вот получилась у нас куколка-школьница. Ну и как же школьница без бантиков. Из фамирана глиттерного цвета мы вырезаем вот такие вот два бантика. И приклеиваем к нашей кукле. Вот таким вот образом мы с вами сделали куклу-школьницу. Ну что ж, думаю, сегодняшнее наше занятие было для вас полезным. Спасибо за внимание. До свидания. Спасибо.